Всем привет! Мы продолжаем проходить не на куни, но и нам с вами надо выполнить задание тетушки Марты. А для этого, видимо, нам придется отправиться в какую-то пещеру, нет? Почему у нас обозначена тетушка Марта? Хорошо, отберите мою волшебную щеточку этих крысопузов. Ну, пошли посражаемся с некоторым количеством крысопузов. Единственное, что я хотел бы убедиться, что у нас, да, Роланд в самом начале команды стоит по снаряжению. Нам как-то резко перестали давать кучу вещей, то есть до этого нас просто ими засыпали. А знаете, кстати, в команде Эвана... А, нет, Эван и Зоран самого высокого уровня. Роланда я не хочу убирать. Ну ладно, пусть шанти качается. Пошли. Крысопуза, так крысопуза. Кого мы с вами боимся? Только единственное, что... Задание. Наше королевство Эвелания. Так. Бесценная щеточка. А, вот, его надо выбрать. Но все равно это нам что-то ничего не дало. А, стоп, на карте, смотрите, обозначено. Ну-ка. Если большую карту посмотреть... Старые руины, а вот здесь перевал Клыка. Пошли туда, видимо, нам туда все-таки... О, да. И мы оказались прямо у входа... Нет, не прямо у входа. Вот. Помните, тогда нам там крысопуза такие... Эй, вы что здесь делаете? Проваливайте. Ну, такие, окей, валим. Видимо, это уже было неспроста. Ну, и заодно мы с вами, ну, воспользовались... Воспользовались, наконец, картой. И узнали, что у нас все-таки будут сайт-квесты. Это приятно. Ну, что ж, мы все целы, живы-здоровы. Но я на всякий пожарный сохраню. Окей. Тут некоторые чуваки, ну, не знаю, давайте... Они с синим обозначены. То есть мы их должны вообще с вами вырезать, типа, в два удара. Да? Ну, так и есть. Они нам особо урона даже не наносят, если посмотреть. А, слушайте, может, мы шмоток не получали, потому что у нас в последнее время было все в основном по сюжету. Но мы несколько эпизодов провели там между лесом Нира, по сути, и этим, Лайдзинем. И поэтому, наверное, ну, что-то за сюжетные квесты нам, видимо, не дают особо крутых ништячков. А боев было мало. Может быть, поэтому. О. Ну, давайте взлетим. Предположим, по верхней части нам бежать будет быстрее. Хотя, я в этом не уверен, но вниз-то мы всегда сможем спрыгнуть. А вот вверх залезть... Да, кажется, мы правильно все с вами сделали. Да? Нам же здесь дадут вниз спрыгнуть. На них такие... Эй, засада! О, вообще красиво. Ребятушки, здравствуйте. Надо поговорить. О, уровень получили. О, эту штуку, эту штуку надо фигачить. Она сейчас убежит. Она сейчас убежит. Ну, 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 попади по ней. Фу. Вот. Помните, она от нас в прошлый раз сматывалась. В этот раз мы, кажется, ей этого не дали. Я, правда, не успел посмотреть, что же стало нам наградой, но я надеюсь, что что-то хорошее и полезное. Потому что нефиг всяким зеленым штукам от нас убегать. Так. И куда мы бежим? Давайте карту глянем. Так. Нам с вами... Самый что ни на есть низ? Чего? Я не понял. Куда нам надо-то? Домик тетушки Марты. А, это просто точка на карте. Блин. Вот я тупанул. Простите. Я увидел waypoint и подумал, что... О, блин. Это же наша цель. Нет. Это не было нашей целью. О-о-о. Ну, бывает. Ладно, мы много времени на это не потратили. Ну, заодно убили вот этого склизкого чувака, чтобы он нам не давал. О, там есть... Там есть походная битва, кажется. Может, сразимся, а? Ну, раз уж это... Раз уж нас тут ждут. Давайте слайма отгоним. Я сохранюсь и посражаемся. Да, слайм? Может, их просто один раз вот так сделать и все? Ну, примерно так и произошло. А, кстати, что у нас за новый скилл, который мы до сих пор не потестили? Видимо, так и не потестили. О-о. Ха-ха. Ну, что ж. Давайте попробуем. Сражение с крысопузами. Четвертый уровень. Ну, да. Да, слэш, наверное, не знаю. Теперь, когда Эвалания выросла в серьезное государство, в брифинге перед битвой можно воспользоваться опцией бонусное усиление. Так вы можете использовать королевскую казну для усиления своих отрядов и увеличения боевой мощи. Также можно увеличить уровень сложности уже пройденных сражений. Также вы можете сразиться еще раз, выбрав трудный режим, где враги становятся сильнее, но иногда за победу серьезнее. Так, а что у нас в казне? Усиление. Увеличение здоровья, быстрое подкрепление, замедление шкалы, длительность приказа, трудный режим. За него платить надо? А у нас денег нет в казне. А-а-а. Плохо. А, кстати, у нас... Стоп. У нас с вами третий уровень, а у них четвертый и второй-вторый. Ну, попробовать-то можно, да? Больше у нас никого нет. Ладно. Ну, попробуем. Нападать! Мы нападать! Ну, это... Мы приходить. Раз, два, в Жек-Жек, попобедить. Нам бы еще пару отрядов с вами. Крысопузы. Эван, готовимся к бою. Ну, раз нас сюда по квесту отправили, наверное, мы зря с вами всякое строили в этом, в лагере. Не тратим мы деньги, нам бы сейчас хватило на усиление. О! Ну, в принципе, у них отряд такие разрозненные. О, погнали наши городские. Так. Давайте отступим, а. Ребятушки, мы отступаем. Блин. Ребяточки, мы отступаем. Вот. А теперь мы вот так сделаем. Во! Ха-ха! Блин, практически как в Вархаммер Даркоман, только на легкой сложности. На совсем легкой. Может, помните такую игрушку? Я помню, очень долго ее пытался пройти, и так и не прошел. Так, давайте-ка это. А как подкрепление вызвать? Надо все-таки посмотреть какую-нибудь ридмишечку по этой штуке. Хотя бы хот-кей вспомнить. Ну что, крыса, давайте долбанем их. В принципе, мы за счет скиллов нормально с вами вытягиваем. А, во! Кружочек это бежать. Пошли, 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 пошли! Колотите их. Ребятушки, колотим их. Ядрим и колотим. Эй, а наши там стали фиг пойми где. Во! И снова вперед! Вперед! А, у нас боевой резерв ноль. Нормально. О, мы нашли какую-то штуку. Ага. Во, боевой резерв теперь 100. Что мы можем сделать? Так, а если мы разгромим вот эти стены? Их громить долго, мне кажется, бесполезно, да? Ну да. Ладно, тогда вперед. Может, выманем их по одному? Да. Оу, он кого-то призвал. Бить! Сама такая! Ого! Ребятки, нафиг, нафиг, нафиг. Какие дерзкие эти красопузы, однако. Эван, покажем им, где раки зимуют. Да это что-то я вот не уверен. У них тут, правда, лучники вперед вышли. Давайте усиление, ребятушки. Ну, пока у нас вроде все отряды полные. Эй, тут один лучник еще. И вот эти ребятушки тоже бегают, что-то без дела. Ну-ка. Мочи, мочи их, мочи. Оу. О! Наши боевую ярость какую-то впали. Давайте. Так, с этими разделались. И у нас есть боевой резерв. Треугольник же призывал кого-то, или квадратик. Мэээ. Надо, в общем, посмотреть. Ну что? Я думаю, мы сделаем вот так. А, чуть-чуть, чуть-чуть, бок. А, ладно. Давайте бомбанем. О, как хорошо. Давайте вот эту фарочку донесем. Ну что, маги-маги. Вот вам маги-маги. Победили. Ну что ж, с красопузами покончили. На какое-то время они должны притихнуть. Отличная работа, Эван. Ну что, Эван хоть уровень получит? За победу мы получили малахит, молодежную пуговицу и ложный гриб. Все, о чем я мечтал, в принципе. Здравствуй, Слайм. Ну, раз он встал на нашем пути. Так, наше умение... О, ух ты, прикольно. Фига себе, Роланд прям шму освоил. Эй, победа. Это было легко. Да, жалко только что вещи дают. Довольно-таки шляпные. Ну. Ну и понятно, что и уровень врагов низкий. Подождите, а мы же к этой пещере, по-моему, уже подходили, да? Да, мы, кажется, ее зачищали уже. Вот ведь люблю и опережать события. Хотя, сейчас уровень у всех повыше стал. Вот они. Это те самые крысопузы, украшившие волшебную щеточку. Вернем ее хозяйке. Давайте. Ну что, крысопузы. Здравствуйте. Думал, так просто можно тут крысопузить на нашей территории. Эй, крысопуз. Тут прыгает. Раздражает нас. Вот и все. Этот готов. Кто у нас там еще? Тяжелый удар. Тяжелый удар. Отлично. Следующий. О, волшебная щеточка. Мы вернули волшебную щеточку. Отнесем ее тетушке Марти. Сто баллов, друг мой. Батюшки, кто ты? Эван, твоя знакомая? Нет, мы вроде не знакомы. Что, мы начинаем гарем собирать? Я видела, как вы только что сражались. Вы уникум. Это именно то, что я искала. Выслушайте меня. У меня есть для вас важное поручение. Эксклюзивно от профессора. Из первых рук, скажем так. И как нас угораздило втябнуть себя в эти хлопоты? Ага. Ну, хрен для Эдки не слаще. Извините, а кто вы? Я профессор Тысячения. Заговаривать с незнакомыми людьми? Какой беспечный молодой человек. Но это ведь вы сказали выслушать вас? Не. За возражение я буду вычитать баллы. Я ждала тебя. Вот, возьми это. Фантомный ключ? Это ключ? Ты знал, что по всему миру раскиданы двери неизвестного происхождения, известные как фантомные врата. Они запечатаны странной силой, поэтому до недавнего времени я не могла исследовать то, что находится за ними. Но! Профессор Тысячения, то есть я наконец-то смогла изготовить фантомный ключ. Ключ, открывающий такие врата. Это невероятно. Да, невероятно. Я невероятно. Так невероятно, что готова дать тебе сразу сто баллов. Я пришла сюда за другим. В глубине этой пещеры находятся фантомные врата. Но несмотря на то, что я здесь, есть проблема, которую я не могу решить. Ну и что за проблема? Хоть я и непревзойденный профессор, к сожалению, я бесполезно в бою. Но! Я уже нашла решение этой проблемы. Благодаря ассистенту, который поможет в моем исследовании. Эту? Ассистенту? Неужели это... Э? Да, ты. Э? Что? Э? Я же говорил, возражения запрещены минус 10 баллов. Да я? Ну что за придирчивая сестренка? Я не придирчивая сестренка. Называй меня в профессор Тысячения и гордись тем, что я признал тебя своим ассистентом. Э? Эх... Под страхом вычитания баллов не можем тебя раздражать. Продолжим. За фантомными вратами можно найти осколки грез. Ваша задача принести мне 9 таких осколков. Принести 9 осколков? Думая о бонусных баллах, которые я вам дам, постарайтесь хорошо. Тогда я возвращаюсь в Лайтзинь. Когда соберете 9 осколков грез, принесите их мне. Не важно, сколько это потребует времени. У меня его достаточно. Ну что ж, полагаюсь на вас. Ага. А-а-а-а... Почему мы позволим втягивать себя в такое? Ну, хоть баллы получим. А-ха-ха. Интересно, сколько же мы получим баллов? Кажется, в этой пещере находятся фантомные врата. Мы можем сходить, взглянуть, но нужно не забывать, что тетушка поручила нам вернуть свою щеточку. Ага. Рекомендуемый уровень. 60. Все с ними понятно. Я так полагаю, что это ДЛЦ, скорее всего. Решив вернуть тетушке Марте ее драгоценную волшебную щеточку, друзья наткаются на загадочную девушку, пристально наблюдающую за ходом их боя с крысопузами. Рассказав про фантомные врата, она вручила странные ключи, попросила принести ей несколько осколков грез, которые можно найти за вратами, раскиданными по всему миру. Ну, нет. Нет. 60 в уровне у нас пока и в помине нет. Давайте сразу к тетушке, кстати. Чего мы будем бегать? Я уже побегал. Совсем не там. Да. Ну и без лишних церемоний мы оказываемся у тетушки. Мы передали волшебную щеточку. Благодарю вас, ребятки. Теперь мой магический котел будет сиять. Я могу снова создавать бодреньких малышей-фунишей. Эй, малыши, пока меня не будет, дом на вашем попечении. Что ж, как я и обещал, я готов отправиться в ваше королевство. Отлично. Просто прекрасно. Тетушка Марта стала подданной воланей. Ого, значит, это ваш замок. Какое симпатичное местечко. Ого, значит, это ваш замок. Какое симпатичное местечко. Я рад, что вам здесь нравится. Дружба с вами, большая честь для нас. Благодарю, Эван, взаимно. Если захочешь поручить тетушке Марте работу, садись на трон и выбери управление. Не забудь. Что ж, я пойду познакомлюсь со всеми. Если будет для меня работа, зовите, не стесняйтесь. Давайте поручим, естественно. Эй, Эван, у меня есть где разговор. Как только освободишься, позови меня. Хорошо, понял. ДЛЦ, что случилось с Карлом? Благодаря дополнению лабиринт проклятого крылья стала доступна новая история. Поговорите с Карлом и Гордом в королевстве. Ну, пока, видимо, рано. Обычно ДЛЦ, они все на максимальный уровень. Так. Казна королевства. Деньги, деньги. 729 кг. Запасы. Соберем. Пыльное сукно. Подданное. Кто у нас есть? Тетушка Марта. Сооружение. Замок Аваланей 2. Оружейная мастерская 3. Швейная мастерская никого. Давайте к фуняшикам заглянем. Где оно тут? Эй. Эй, нет. Управление. Так. Оружейная мастерская. О, ателье фуняши. Работники. Сюда отправляется тетушка Марта. Исследование. Что мы можем? Фуня экономия. Изучение анатомии фуняши позволит сократить время создания на 20%. Базовое обучение фуняши позволит немного увеличить их опыт от получения предметов. Но у нас не хватает для этого. Ладно. Атлас фуняши 1. Пособие по созданию и обучению друзей фуняши. 22 минуты. Блин, странно. Как в мобильной игре. Эй. 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 Сооружение. Что еще мы можем построить? Хотя, наверное, это не самая лучшая идея. Ладно. Пошли. Тогда вернемся к Роланду. У чувака был вопрос. Давайте его обсудим. Провентилируем, так сказать, вопрос. Ну. Роланд, о чем ты хотел поговорить? А. Сначала надо всех собрать. Торжественная коронация? Я слышу торжественная коронация. Так. И что за тема? Ммм? Попахивает чем-то серьезным. Ммм. Да. Благодаря всеобщим усилиям нам удалось построить замок и обеспечить все необходимое. Я думаю, Воланья достигла определенного уровня. Но скажу без обиняков. Нашему королевству не хватает чего-то главного. В каком смысле? В нашем королевстве перемешались разные народы и культуры. Нам нужно знамя, которое сплотит их всех. Знамя? А. Ради чего существует наше королевство? Что отстаивает? К чему стремится? Нечто вроде общей цели. Цели, ради которой наша страна станет единой. Так цель построить королевство, где все будут улыбаться, нет? Без этого нашему королевству не стать настоящей страной. Знамя нашего королевства. Ты как правитель, каким видишь свое королевство в будущем? Какую страну ты мечтаешь построить? Какую страну? Я мечтаю построить страну, в которой не умолкает смех. Страну, где все друг другу братья. Понимаю, что ты хочешь сказать. Но нет ли чего-то более конкретного? Точно? Страну, в которой не будет войн и раздоров. Вот она наша цель. Я думаю, люди воюют не потому, что хотят этого. Точно так же, как мы, воздушные пираты, враждовали с виверными. В мире живет много разных народов, и сколько людей, столько и мнений. Из-за различий во взглядах возникают расприи, и этого не избежать. Да, так оно и есть. Но я все равно хотел бы создать страну, в которой не будет войн. И я хочу воплотить эту мечту в знамени своего королевства. Так ты всерьез? Если ты действительно этого хочешь, сначала нужно побольше узнать о других странах. К сожалению, я тоже мало чего знаю об этом мире. Тогда вам стоит посетить архив Мельдоры в Лайтзине. Там хранится огромное количество свитков и каменных табличек с записями об истории нашей мира. Понятно. Что ж, архив в большой стране с богатой историей и правда может оказаться весьма полезным. Похоже, стоит туда сходить. А нам снаружи квестов не надают? Вот что я думаю. О, новый пост и комментарий. Новые много постов. Мальчик-загадка. В месте, изображенном на фотографии, я спрятал кое-что полезное. Кому интересно, попробуйте поискать. Кто найдет, того и вещица удачи. Это где? А нет никакой подсказки, только это фотография. Что-то полезное, это что, например? Ну, это где-то в каньоне. Странствующая художница. Я набрела на это место случайно и невольно остановилась. Видите, корни деревьев формируют нечто похожее на арку. Интересно, что там за ней впереди? А вы бы решились пройти дальше или вернулись бы назад? Какой выбор сделала я, пусть будет интрига. Потрясающий вид. Здорово, я бы тоже хотела там побывать. Я бы не удержался и пошел дальше. Красивая картина, хочется повесить на стену. Скучающая дамочка. Хм, две скучающих дамочки присылают нам сообщение вечерком. Посмотрите на этот снимок. Я сделаю эту фотографию в мрачной пещере. Мы ходили туда с подругой. На заднем плане видно что-то страшное. Неужели это привидение? Надеюсь, на нас не падет проклятие. Ого, и правда. Это не привидение, а плазма. Все знают, что там водится привидение. Хм, две дамочки присылают нам фоточку. Перспектива хорошая. Давайте выйдем и посмотрим, что у нас там. О, дивный новый мир. Что тут? Производство и улучшение снаряжения. Вы можете производить оружие вооруженное, а доспехи и аксессуары в швейном мастерской. Количество видов снаряжения, доступного для производства, зависит от проводимых исследований и надеющей необходимых материалов. Чем больше вы используете базовых материалов при производстве, тем лучше становится качество производимого снаряжения. Оно приобретает так называемый качественный эффект. Снаряжение более высокого качества может быть использовано дольше обычного. В этих же постройках вы можете также улучшать имеющиеся у вас снаряжения. Однако, как и с производством нового снаряжения, вам потребуются некоторые материалы. Например, для каждого вида оружия вы можете улучшить один из параметров, таких как физическая атака или магическая атака. Однако, ваше снаряжение может быть улучшено определенное количество раз по достижению предела, дальнейшие улучшения становятся невозможными. Ммм. О чем мы можем создать? Старый плащ, ущебная туника, кожная броня. Здоровские вещи. Очень здоровские. А что мы можем улучшить? Кожная броня. И что будет с ней? Плюс один. Ну, что-то это, пока овчинкой выделки не стоит. А давайте зайдем, мы же не посмотрели, что у нас, кстати, броненосный. Прикольно у нас так это, наш форт стоит на воде. Управление. Члены мастерской никого. Королевский магазин. Здесь что-нибудь производится? Ничего пока не производится. Так, а мы наших-то куда-то загрузили? Вот сюда. Исследования. Оружие ближнего боя 2. А, стоимость 1350. Ну, может, у нас эти КГ набрались, а? Казна королевства. Эх, они быстро набираются. Но не настолько, как хотелось бы. Да, давайте хлопок закатных оболоков. Ну, то есть я бы мог, конечно, вырезать, но вернемся к замку. А, о, мы можем вот так даже делать. Как прикольно. А здесь что? Создать оружие. То же самое. Меч-бастард. Ух ты. А у нас дофига. На него есть все. Дикое копье. Слушайте, меч-бастард хочу. А, серебряная руда. А, что-нибудь мы можем как-то поменять? Я не можем. Ну, ладно. Давайте создадим. Кажется, он круче, чем все, что у нас есть. Да. Мы создали меч-бастард. Отлично. Да. Я хочу. И вот сюда сразу его. Копье башен... Башнебой. Фигаси. Скорость... Скорость заказа B. Это... Что значит? Ладно, ну, прикольно, что здесь крафтинг хоть никак в первой части. Там у меня что-то вообще не порадует. А мы с вами, наверное, отправимся в этот... А, мы можем с вами переиграть вот здесь бой на более высокой сложности. Как вы думаете? Мы же уже его выиграли, правильно? Может быть, имеет смысл? Да. Бонусное усиление. Трудный режим. А, мы еще не заканчивали эту битву? Да ладно. Тогда я бы хотел... Он будет уменьшать смену, пользоваться рывком о воодушевлении. О, эффект от приказов длиться дольше. Кстати, здесь есть... Не, не, не хочу. Давайте начнем бой. Да. Поступило сообщение о том, что в Кавалане приближаются горные что-то. Эго! Разгравим это краевство и закатим пир на весь мир. Сегодня мы доедимся до отвала. Если мы не сможем защитить лагерь, Валане конец. Эван, все в твоих руках. Как-нибудь в меню, может быть, в меню? О! Меню, но никакой подсказки нет. Ладно. Ну что? Эй, наоборот. Наоборот. Так. И теперь с разгона. Да? И бомбочки. Это же кто-то главный. Ну, давайте усиливаемся, усиливаемся. А. Р2 это боевые умения. А вот здесь у нас что? А, это вращаться же. Вот я молодец. А, пушкик, нам кто-то помогает. Так, первым мы одолели. Счета не слабенькие какие-то. Если сейчас кто-то. Ну и? А. Они респавницы или что? Откуда эти ребят что-то появились? Ага. Отлично. Нам удалось разбить врага. Но не стоит расслабляться его. Как мы новых-то призывали? Я забыл. А, Иксу. Во. Все в сборе. Ну что, вперед? Ура. Эй, вы гоните все ценное. Мы не отдадим тебе ни копейки, придора. Ребят, все на защиту. О, Иксу мы новых призываем. Ага. Это наши? Это не наши. То есть, квадратик усиления. Треугольник это всякие. Треугольник это непонятно что, кстати. Во. Сносим, сносим. Так. Эй. Эй, они на лагерь прут? Они прут на лагерь. Сносим. Ну-ка. Не надо переть наш лагерь. Сносим. Жестокий Дина. Ты получишь за это. Давайте призовем всех. И снова призовем всех. Чуть-чуть развернемся. Все же. Ай. А, у нас же это. Блин. Копья сильнее, чем мечи. Все собрались. Отлично выступаем. Давайте бомбаню. Вот так вот. О, хорошо. Ну, ребята, лучники, вы будете стрелять, да? Давайте вот этих еще зафигачим. Ну что? Там еще кто-нибудь есть? О, тут еще кто-то есть. Эй. Ага. Ну вот так вот можем с ними. Плохая новость. Наша боевая мощь почти по нулям. О, мы справились. Ха-ха. Ну что? Плохо делала. Атаман Мак Придется самому разобраться Я вам сейчас покажу, кто тут папочка Это, похоже, крепкий орешек Эван, держись еще чуток Ну что, наши защитники, во-первых, нам помогают Да? О! Усиление, и мы просто это, огненное Мы прям это Жжем Ага, у нас Боевая мощность на исходе А у них, кстати, ее дофига Давайте-ка отсюда свалим потихоньку А, они наши палатки бьют Наш лагерь вот-вот падет Ребятушки Ладно, что-то здесь Здесь все не так просто Но мы всех собрали Но боевых резервов у нас что-то мало Блин, неужто мы проиграем эту битву, а? Я не хотелось бы на этом заканчивать о но это все из-за того что у них дофига копейщиков я так понимаю что мы смогли ну вот наш лагерь разрушен блин можем как-то восстановить похоже у нас не хватает боевой мощи блин обида отряд карла на грани я вижу но что я могу с ним сделать у нас не хватает боевой черт возьми мощь так а давайте резервы подтянем ну но не уж что мы победим а да там все отряды опасности наш лагерь пол на этот раз мы проиграли отрицательный результат тоже результат блин жалко обидно обидно и жалко но как минимум мы с вами получили уровне они нам еще пригодятся в общем то я думаю в следующий раз благодаря тому что у нас все повыше уровнем у нас будет больше хороших шансов чувакам на давать по щам ну и плюс я все-таки почитаю где-нибудь гайд или посмотрю свой же видос хотя бы с этим ну с тем что какие кнопки делают это как эта фигня получается ну ладно знаете что действительно поражение это тоже ценный опыт поэтому на этом мы с вами на этот эпизод и закончим а в следующий раз отправимся в ладзинь а собственно говоря спасибо миша лебедеву миша фамину зуклике андре фиолетовую максиму а вы за то что продолжает поддерживать наш канал ну и всем вам ребятушки огромное спасибо за то что приходите смотрите эти прохождения ссоре что вот так получилось но ничего со всеми наверное бывает вот до встречи в следующем эпизоде пока пока удачи